Друзья, всем привет! Каждый мужчина в нашей стране, ну или большинство мужчин, всегда мечтали купить себе новый автомобиль. А сейчас над нашей страной, да и над миром в целом, надвисла большая угроза, пандемия. О ней мы сегодня говорить не будем, потому что из каждого экрана, с каждого радиоприемника, из газет повсюду, вирус, вирус, вирус. Всем понятно, что ситуация действительно очень страшная и серьезная, поэтому мы сейчас все находимся на самоизоляции. А в этом видеоролике я хочу вам рассказать, чем закончилась последняя неделя до того, как нас отправили на самоизоляцию на рынки по продаже новых автомобилей. И что сейчас происходит на апрель 2020 года и что будет происходить дальше, когда все это наконец-то закончится. В общем, присаживайтесь поудобнее. Сегодня я вам собрал интересную информацию, послушайте и выскажите ваше мнение в комментариях. Мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Напомню, что к концу марта наше правительство проинформировало все население страны о том, что с 28 числа мы уходим все на самоизоляцию. Ни карантин, никакого режима чрезвычайной ситуации в стране не вводится, но тем не менее на самоизоляцию нас всех отправляют. Что же происходило в последнюю неделю на авторынке? Многие дилеры повели себя просто-напросто как ублюдки. Ребята по-другому назвать просто нельзя. Сразу оговорились, что к менеджерам по продажам вопросов ноль. Это все адекватные ребята, у которых стоит одна простая задача продать автомобиль. А вот условия для продажи автомобиля, как правило, диктуют либо руководство, руководитель отдела продаж, либо директор автосалона. И что же происходило? Ко мне обращались люди, один человек говорит, мне нужно купить KSI TSV в определенной комплектации. Я говорю, слушай, ну на эту машину и так-то скидок не делали, а сейчас ты в любом случае скидку не получишь точно. Он говорит, окей, мне все равно нужна помощь, я ни разу не покупал машину, помоги мне ее найти. Я сажусь, начинаю искать машины. Понимаю одно, что машина, которая есть в наличии, дилеры говорят следующее. Слушай, мы тебе ее просто так не продадим. В смысле? То есть есть розничная цена, хочешь купить машину, будь добр, докупить доп. оборудование на сумму 100-150 тысяч рублей. Я находил таких дилеров, которые говорят, нет, 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 мы так не продаем. Приезжайте, вот машина стоит, она здесь в наличии. Важно для меня было, чтобы машина была с ПТС, чтобы человек сразу мог ее забрать. Да, машина есть, по розничной цене мы отдадим. Приезжает человек, а ему выходит рукой, текадил продаж, говорит, знаете, вот условия изменились, они изменились за 30 минут, пока он не ехал. Он реально был в Москве, пробок уже не было, он передвигался очень быстро, все, приезжает. Ему говорят, на 100 тысяч покупайте доп. оборудование, тогда мы вам ее продадим. И так начало происходить со многими брендами. В Тойоте я знаю то, что людям навешивали на Камре, например, по 200 тысяч рублей. Но при этом на некоторые автомобили, например, Ниссан, Кашкай, мы покупали параллельно с этим, скидка была 200 тысяч рублей на машину новую 2020 года. То есть у некоторых была возможность продавать машину на честных условиях и даже сохранять скидки, большие скидки. А другие начали накидывать дополнительные услуги в чек. То бишь, что я хочу этим сказать. Вот вам, пожалуйста, сложная ситуация в стране, как у нас бизнес относится к людям. Мы кинулись покупать машины, потому что кто-то копил, кто-то понимает, что уже дальше цены будут только выше. Он думает, блин, ну надо хоть здесь успеть купить машину. Он приходит, не говорит о скидках, ничего не просит, дайте мне ее по рознице, хрен тебе. При этом, сидя сейчас дома, посматривая различные интервью известных людей, известных людей из бизнеса, они рассказывают про подобную ситуацию, что это нормально. Кто-то говорит, вот человек купил за 15 рублей маску, продал ее за 100 рублей. Я не говорю, а что, это нормально, это же бизнес. Люди адаптируются, ищут способы заработка. Для кого-то война, для кого-то мать родная. То есть богатый бедного никогда не поймет. У дилеров, у которых стоит машина в наличии с ПТС, не было абсолютно никакого предпосыла для того, чтобы задирать ценник на этот автомобиль. Это они делают по собственному желанию. Это руководитель отдела продаж, директор салона принимает решение, что вот сейчас нам нужно заработать. Почему они это делают? Ну, понятное дело, ажиотаж, спрос, народ побежал, здесь просто их ставят перед фактом. Хотя у них есть возможность продать автомобиль по той же самой цене, по которой он висит на официальном сайте. Далее, было очень много попыток обмана со стороны уже менеджеров. Так, например, я покупал человеку Infiniti QX60. Он, кстати, здесь живет неподалеку. Суть какая? Нужно было найти Infiniti за наличный расчет с трейд-ином. Я, прозвонив всех дилеров, понимаю одно, что в четверг, да, вот в субботу уже вводят все самоизоляцию. В четверг они говорят, что мы не успеем выкупить ПТС, потому что ПТС приедет только в понедельник. Я понимаю, что с понедельника никто не будет работать. Хотя на четверг, на тот день, еще никто об этом по телевизору с экранов не говорил, что все предприятия начнут закрываться. Что происходит? Менеджеры просто в наглую предлагают, слушай, приезжайте, оплачивайте всю сумму. Мы выкупаем ПТС, и в понедельник рано утром, там, ну, к обеду вы уже машину заберете. Я задаю прямой вопрос. Ребят, а что будет, если вы закроетесь, как вот сейчас говорят, там, суббота, с воскресенья? Ну, мы не закроемся, мой руководитель, мой директор, все мы будем работать, мы до конца, мы до победы. В общем, всякую дурь, которая, типа, нас это не коснется. Я говорю, что будет, если мы оплатим, вы все-таки закроетесь? Ну, а что? Самоизоляция всего лишь на недельку, недельку подождете, после чего приедете, спокойно машину заберете все-таки 7 дней, не так много. Я говорю, да, да, да. Но уже тогда гуляла информация, что самоизоляция продлится. Я, естественно, людям говорю, ребят, я бы не стал рисковать, я ни в коем случае вас не хочу подводить к тому, чтобы вот такая ситуация произошла. В итоге, нашли одного дилера, который согласился в оперативном порядке отправить курьера. В общем, за один день выкупили ПТС, по предоплате оставили 50 тысяч рублей. На следующий день приезжаем, все, уже стоит машина, стоит, лежит ПТС. Машину забрали, он уехал в пятницу, и с субботы салоны закрывают. И мне, конечно, было бы интересно перезвонить тем менеджерам, сказать, типа, ну, а ты же говорил, что вы не закроетесь, что у тебя руководитель. В общем, ребята, здесь нужно быть начеку в нашей стране. При каждой ситуации каждого пытаются просто-напросто нахлобучить и обмануть. Кратенькая рекламная интеграция в этом ролике. Две минутки вашего времени. Прошу отнестись с пониманием. Смотрим, и после чего мы вернемся к основной теме ролика. В багажнике этой машины прячется спонсор этого выпуска. Как вы думаете, что там? Доставка по всей России. Буду говорить загадками. Сейчас здесь прячется вот это. А летом оно будет прятать нас от солнышка. Так, так, так. Хорошо упаковано. Упаковано все это дело приходит в чехольчике, в таком оригинальном сумочке. Ой, а это автомобильные шторки от компании Лайтова. Друзья, вот этот товар легко устанавливается. Все мы вам сейчас покажем. И самое главное, он практичен. Летом он вас будет прятать от солнышка, от пыли. С ним вы будете передвигаться с большим комфортом. Это альтернативная легальная замена тонировки. Ничего сверлить не нужно. В общем, все, что нужно, это ваши прямые руки. А все остальное приходит в комплекте. Эти каркасные шторки от компании Лайтова делаются по лекалам автомобиля. То есть под каждый автомобиль будет своя форма. Вот сейчас обратите ваше внимание. В комплекте идет инструкция, где все элементарно и просто прописано. У нас есть три точки крепления. Номер один и номер два. Номер один крепится по вот этой части и по вот этой части. А номер два крепится сюда. Вот здесь вы оттопыриваете и ее вставляете туда. Она фиксируется, она в принципе не гуляет. Все, ребят, объясняю простыми словами. Здесь перепутать ничего невозможно. Установка занимает примерно, ну реально, если одну минуту. А дальше дело за малым. Теперь все это установить в эти пассы и подогнать. Вот сейчас я сижу в машине, где нету шторки. Оцените, как это выглядит. То есть меня видно. А сейчас я сижу в машине с водительской стороны, где, собственно, установлены шторки. Что действительно очень удобно. Особенно, когда будет летом становиться все больше и больше солнышка. На дальнюю дорогу, на расстоянии вы будете, понимаете, передвигаться с комфортом. Поэтому насекомая пыль в машину не летит. Вот не знаю, конечно, как по видео, но вживую, кто сидит за рулем, ничего не видно. Вы поймите, что вот эти шторки, они сделаны не для понта, а для комфорта. Опять же, вы сейчас можете заметить то, что есть разница с тонировкой. Вы можете подогнать так, шторки бывают более темные. Все это можно сделать. В описании к этому ролику я оставляю ссылочку на компанию Лайтова. Заходите, знакомьтесь с ценами, знакомьтесь с параметрами. Подбирайте под себя доставку по всей России. Прежде чем делать какие-либо выводы, вы сперва покатаетесь хотя бы один месяц. А после вы сами скажете, что это действительно удобно. Компания Лайтова, каркасные шторочки ждут вас по ссылке в описании. Третье. Касаемо банков. Многие банки, вот мне так уже менеджеры говорили, что у нас сейчас с одним банком какие-то проблемы начинаются. То есть они приостанавливают кредиты, потому что никто не понимает, что будет происходить дальше. В каком смысле? Сейчас вы уже видите, что месяц мы сидим дома. Прошла, идет третья неделя, люди уже говорят, а как мы будем дальше жить? У меня запасы от зарплаты до зарплаты, а сейчас зарплаты не будет. Многих отправили на отпуск по собственному желанию, у кого-то сократили. Действительно, сейчас если это продлится на 2-3 месяца, вот это будет просто жестко. Я очень надеюсь, что этот месяц и все вылечат, и начнем нормальную работу, потому что дальше это просто страшное время начнется. И, видимо, аналитики некоторых банков это понимая, начали говорить о том, что сейчас мы временно приостанавливаем выдачу кредитов. Хотя некоторые продолжают выдавать. Вы сами видите, вот мы на канале снимаем ролики о том, что с экранов телевизора нам рассказывают, приходите, берите кредит под низкую ставку. В реале ставка в 2 раза выше будет, нежели чем это фигурирует по рекламе. Суть в другом, что банки уже понимали, что дальше будет что-то происходить непонятное. Четвертое, касаемо премиум сегмента BMW, Audi, Mercedes. Очень часто, читая комментарии, я встречаю, да кому нужны эти машины. Дорогие машины в нашей стране не нужны, но я удивляюсь тому, что их на самом деле действительно очень хорошо разбирают. Да, вот сейчас, конкретно в апреле, они есть машины, там что-то успели подвезти. Но уже были в этом году прецеденты, когда хочешь купить, например, BMW 3 серии, а ее просто-напросто нет, потому что все выкупили. А те, что есть, там единичные экземпляры, их придают не то, что со скидкой, а в розницу. Когда-то мы, снимая ролики, я говорил, например, что розничная цена машины 3 миллиона рублей, ее отдали там по цене 2-300. Некоторые говорили, да кто же ее купит по рознице? Ребята, вот, пришло время, пожалуйста, людям озвучивать розничные цены, космические цены. Более того, в инстаграме нашего канала, я вам сейчас его ввожу на экран, я вот на днях делал публикации в сториз, где показывал, что Audi A4 на 18-х колесах с расширенной подсветкой по салону стоит 2 миллиона 200 тысяч рублей за наличку, но при условии того, что вы еще сделаете каско. Подобный автомобиль в подобной комплектации стоил ранее 1 миллион 800, 1 миллион 900, ну до 2 миллионов рублей. Сейчас ценник вырос на 300-400 тысяч рублей. И так происходит практически со всеми. Касаемо недорогих автомобилей, Kia, там, отечественные автомобили, помните, я в предыдущем подобном ролике рассказывал, что на них цены пока что не меняются. Все поменяется. Будет тут как раз все расти плавно, то есть примерно там 15-20-50 тысяч рублей по-любому уже будут цены поднимать, уже это все анонсировали. Как только снимут самоизоляцию, когда все начнется нормально работать, вы увидите, что все цены на всех сайтах, они будут обновлены. И это неудивительно, потому что даже сегодня, читая новости, уже прогнозируют, что продукты вырастут на 20%, а с этим скачком цены вырастут на все. На зимнюю резину, на различную химию для автомобилей, на продукты, на одежду, на все. Просто все попрет вверх. Не вырастет только на то, на чем начнут экономить на качестве. Вспомните ту ситуацию, когда 10 яиц условно стоило, к примеру, 50 рублей, потом оставили так, что тоже стоит 50 рублей, но уже не 10 яиц, а 9 яиц. С молоком. Тысяча грамм. Стали продавать 900 грамм по той же самой цене. И вот вы скажете, да кому нужны сейчас эти новые машины? Тут непонятно, что будет завтра, есть будет нечего. Я с вами полностью согласен, но вы не поверите, что мне каждый день приходят заявки. Точно так же люди хотят купить машины сейчас в кредит. То есть все равно народ пытается рваться, покупать машины в кредит. Когда я спрашиваю, ну а зачем? Как? Не, ну у меня вроде как все нормально. То есть до конца еще люди не осознали, что будет дальше. И опять же, я ни в коем случае не пытаюсь вас там никак пугать, рассказываю о том, что все, сейчас в стране будет жопа, хотя некоторые об этом прямо и говорят. Я лишь напомню одно, что помните, некоторые там известные финансисты в нашей стране, когда вот был первый скачок, когда доллар был 32 и начал расти, тогда говорили, что доллар будет стоить по 100-120 рублей. Это известные люди, это известные финансисты. В итоге доллар тогда был там в пике 75, а в итоге он остановился там примерно на 65 рублях. Поэтому здесь, как говорится, поживем и увидим, но в любом случае нужно готовиться к худшему. И я вас хочу действительно призывать. Парни, все те, кто хотел купить машину в кредит, я вам настоятельно рекомендую отложить это там на 2-3 месяца. Посмотрите, что будет происходить дальше. Ни в коем случае не пытайтесь срываться сейчас, если только там что-то с ним, какой-то карантин, ну самоизоляцию, тут же бежать в салон, подавать заявку. Ну нафиг! Те, у кого есть бабки, кто хорошо зарабатывал, зарабатывают, кто копил там в валюте, ну в общем, кто себя хорошо, уверенно чувствует, я буду рад помочь вам найти, купить новый автомобиль. И подчеркну, что я вам рассказываю, что происходило в последнюю неделю на своем примере, да, кому я покупал машину, что я видел со стороны. И я вам скажу одно, что очень много по нашей стране и по Москве в частности серых дилеров, очень много официальных дилеров, которые ведут себя хуже серых дилеров. Кто не понимает, серые дилеры это неофициальные дилеры, которые, как правило, обманывают людей, вводят в заблуждение, в общем, обсчитывают. Таких роликов на YouTube очень много. Я просто не представляю, какие там были, наверное, громадные выручки, потому что наверняка куча людей приезжала туда за каким-нибудь Солярисом по цене в 400-500 тысяч рублей, как они любят там заманить. А на деле отдавали просто бешеные деньги, потому что всех их подписывают на кредит. В общем, многие люди вот в этой последней неделе просто хапнули больших кредитов. И об этом наверняка жалеют, но своим друзьям, знакомым не рассказывают, потому что просто понимают, что это жесть. И самое главное, что отбиться от них они уже никак не смогут. Как правило, сейчас придет этот месяц, уже псуды, в общем, они попали просто в неприятную ситуацию. Что будет происходить дальше? Вот здесь очень много возникает споров. Одни говорят, не надо никуда торопиться, сиди спокойно, отдыхай, жди, там 3-4 месяца пройдет, все нормализуется, все устаканится и опять появятся скидки. И такое тоже может быть. С другой стороны, смотрите, очень важно от поставок, тоже многое зависит. Некоторые заводы приостановили свое производство автомобиля, у некоторых заводов производство действует, некоторые заводы делают очень много машин, и таким образом их в нашей стране сейчас достаточно. То есть здесь, во-первых, все зависит от марки. Подчеркну, что в последнюю неделю на Nissan на нового 2020 года 200 тысяч рублей скидка за наличку, но другие машины, как правило, розничная цена плюс накидка. Вот вам, пожалуйста, две живые истории. И я хочу дать вам один совет. Просто выдерживайте паузу, не нужно срываться с места. Сейчас как только снимут режим самоизоляции, если кто-то у кого-то горит, у него лежат деньги, он скопил на машину, все, я готов покупать. Если ты живешь в достатке, хорошо для тебя, это совсем другая история. Но если вы один из тех, кто жил мечтой, копил, заработал и вот готов покупать, лучше возьми паузу. В любом случае, цены уже будут новые, то есть ты не купишь по старой цене машину. А что будет дальше, непонятно. Потому что некоторые предвещают чуть ли не два года рецессии, потом и вовсе будет стагнация. Суть такая, что непонятно, что будет дальше, что мы будем с вами кушать. Поэтому машина, это не первая очередная задача. Самое главное, чтобы дома были продукты, чтобы были деньги на лекарства, не дай бог, на какое-то лечение. А тачка, мой вам совет, лучше повременить. И, конечно же, нужно затронуть тему вторички. Многие отмечают, что вот сейчас все переключатся на вторичку, все будут покупать вторичку. Ребят, на вторичке кто? Мы, люди. Вот я дурак, что ли, буду продавать свою машину по старой цене, когда я буду видеть то, что везде цены растут. Когда я помню, что уже была такая ситуация, когда был скачок, цены выросли, и точно так же выросли цены и на вторичке. Естественно, произойдет здесь то же самое. Я уже знаю ситуации, которые произошли еще три недели назад, когда человек хотел купить вторичку, а ему человек говорит, типа, я не буду ее продавать, потому что какая-то непонятная ситуация, а вдруг она сейчас вырастет в цене, а вдруг что-то изменится. В общем, он взял паузу и отказался от сделки, хотя вот стоял покупатель на его машину. Поэтому на вторичке тоже сладко не будет, в общем, цены будут расти везде. В общем, я вас всех призываю в первую очередь оставаться на позитиве, не сдаваться, не впадать в панику. Но, с другой стороны, прекрасно, адекватно понимаю, что по нашей стране миллионы людей живут от зарплаты до зарплаты. И им сейчас эти слова нафиг не нужны. Просто люди не понимают, что будет происходить дальше, если, не дай бог, эта самоизоляция продлится еще на месяц, а то и два. В общем, я надеюсь, что все наладится, и как только все снимут, мы все с вами с удовольствием строим, просто побежим на работу и будем ценить все эти простые вещи, которые были у нас до этого. А сейчас мы понимаем, как же была прекрасна жизнь, а сейчас все меняется. Друзья, всех вас приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение, пишите, что вы думаете по этому поводу. Экономьте ваши деньги, не совершайте пустые, ненужные покупки, берегите себя и своих близких, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока.